Комфорт и безопасность пассажиров в приоритете у Нарьинмарского автотранспортного предприятия. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, автобусы АТП, осуществляющие перевозки пассажиров на всех маршрутах, подвергаются дезинфекции после каждого рейса. Водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты. Население, в свою очередь, в основном молодого возраста, пренебрегает мерами безопасности. На сегодняшний день в Нарьинмарском автотранспортном предприятии ежедневно в рейсы выходят 22 автобуса. После каждого выхода на маршрут – обязательная санитарная обработка. Обработка в данный момент организована следующим образом. Автобусы после смены заходят в АТП, мойщик-уборщик внутри вытирают все поручни, обрабатывают дезинфицирующим раствором. Обработка производится очень тщательно. Салон пассажирского транспорта обрабатывается полностью, после чего автобус отправляется на мойку, где дезинфекцию уже проводят снаружи. Делается раствор, стиральный порошок, доместос и вот этот антисептик. Моется пока поручни. У меня тут еще где-то дозатор есть с антисептиком. И отдельно уже после мытья он обрабатывается этим антисептиком. Дезинфекция, проветривание и обязательное ношение средств индивидуальной защиты для водителей и кондукторов – это те меры безопасности, которых придерживается предприятие. А вот среди пассажиров маски предпочитают носить в основном люди старшего возраста. Мы как-то легкомысленно относимся. А вот сейчас у меня очень хорошая знакомая переполела. Она была там. Дочка была дома. Вот сейчас все кровь. И два сына в Питере потеряли уже обоняние, не слышат кофе. Хотя температура пока 37,5. Вызывают врача там бесполезно. То есть, как я понимаю, круг сужается. И когда он сужается, мы начинаем, наверное, более трезво смотреть на ситуацию. Обязательно носить. Сказано носить, значит носить. Все. А как вы относитесь к тем, кто в автобусе ездит без масок? Ну, значит, они на себя надеются, на свое здоровье. У кого здоровье плохое, вот мы и носим. Обязательно надо маски. Отработанные материалы. Почему? Потому что такая эпидемия идет. Коронавирус. Поэтому нужна маска. Ну, я не знаю. Мне кажется, она не помогает ничем. У меня есть маска с собой? Есть. А все без масок ходят? Я как бы и не думал ее одевать, если ее никто не одевает. Ну, с собой носите? Да, у меня с собой. Могут уже показать. Даже одеть. Да. А в каких случаях вообще ее одеваете? Больница, аэропорт, учебные заведения, магазины. В целом, как отмечают кондукторы, пассажиров в средствах индивидуальной защиты становится больше. Ну, люди одевают маски. Стало замечать, что больше людей заходят в масках. В перчатках бывают. Ну, что и перчатки, и маска обязательно у некоторых заходят. Есть люди, которые заходят в автобус и сразу сами одевают маски. Есть, которые махнули рукой и сидят дальше. Напомню, в Ненецком округе введен обязательный масочный режим. Штрафы за проезд в общественном транспорте без маски весьма существенные. Для физических лиц от 1000 до 30 тысяч рублей. Для юридических – от 100 до 300 тысяч. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.